Слово Божие говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Быть верующим человеком, это не значит, что мы автоматически получаем благодать Божью. Можно быть верующим человеком и находиться в противлении Богу. Можно быть верующим человеком, считать себя христианином, но сопротивляться и быть непокорным Богу. И это прежде всего, послушайте меня, это прежде всего гордость. Что такое смирение? Смирение это прежде всего послушание Богу. Если мы не послушны Богу, то не надо играть в христианство. Не нужно мечтать о какой-то жизни с Богом или Божьим благословением, потому что если мы не слушаемся Его, если мы невнимательны к Его истинам и к тому, что Он желает делать в нашей жизни, то мы просто обманываем сами себя. Мы как те люди, которые слышат, но не исполняют Слово Божие говорит. Такой человек обманывает сам себя. Это самый высокий уровень обмана, это самообман. Вы знаете, есть люди, которые способны обманывать друг друга. В Израиле много таких людей, здесь есть мастера спорта по обману. Люди настолько высоко кидают друг друга, что они уже дошли до высоких уровней здесь. Но нет страшнее обмана, когда человек обманывает сам себя. Представляете, какой уровень безумия, сумасшествия, ненормальности, порочности, склада мыслей человека обманывает самого себя. Так вот я обращаюсь к верующим людям. Если верующий человек считает себя христианином и не послушен Богу, он обманывает сам себя. Давайте мы сегодня попробуем поразмышлять на тему, в чем часто есть причина наших проблем. Как я уже сегодня говорил, всему есть причина. Ничего не происходит просто так. И наш Небесный Отец всегда заинтересован открыть нам то, что нам нужно знать. Жизнь верующего человека – это не бессмысленная жизнь. И нету таких вопросов, на которые Бог бы не давал ответы. Просто не все ответы мы готовы принять. И просто не все ответы мы способны понять. Потому что имеем необновленный временный разум, который не способен понимать вечные вещи. Но нет такого, чтобы сын задавал вопросы отцу, а отец не отвечал. Потому что наш Небесный Отец желает отвечать на наши вопросы. И Он же желает, чтобы мы ставили правильные вопросы перед Ним и перед своей жизнью. Так вот, в первую очередь я хочу сказать, что часто жизнь верующего человека бывает бесплодной. Часто она бывает безрезультативной. Бывает так, что жизнь верующего человека напоминает постоянную пробуксовку. То есть, как будто пробуксовывает и никуда не движется. Пробуксовывает, никуда не движется. И человек живет каким-то ожиданием, что когда-то все-таки он прорвется. И это его как-то успокаивает. Но это ненормально. Потому что ненормально буксовать на одном месте. Если кто-то буксует на одном месте, есть причина. И пока эта причина не открыта и не решена, с этого места человек не сойдет. Он может обольщаться, обманывать сам себя. Может искать какие-то слова ласкательства, какие-то учения, которые успокоят. Но все-таки он не сдвинется с этого места, где он пробуксовывает в вере. Давайте мы откроем Евангелие от Луки, первую главу. Первая глава Евангелия от Луки. Здесь говорится о Иоанне Крестителе. Мы прочитаем 17 стих. Иоанн Креститель был предтечей Иисуса Христа. Он пришел для того, чтобы приготовить народ к пришествию Мессии. О нем сказано, что придет перед ним, перед Христом, Иоанн Креститель в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорив им образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Аминь. Итак, мы видим, что тот народ, которому был послан Иоанн Креститель, не был приготовлен к пришествию Иисуса Христа. по причине того, что образ мыслей был неправедный и непокоривый. Хотя это были иудеи, которые были наставлены в Писании, они кардинально отличались от языческих народов вокруг них. К чему нам этот стих? К тому, что мы, спасенные Богом люди по Его милости, получили возрожденный дух. Но образ мышления нашего остался неправедный. И если мы не обновимся духом ума нашего, то мы не приготовлены к восприятию Господа. Мы будем пробуксовывать постоянно на одном месте. Верующий человек предопределен Богом иметь образ мышления праведника. Аминь. Если мы не имеем образ мышления праведника, тогда наша, или мы вообще не имеем духовной жизни, или наша духовная жизнь очень нищая, или очень религиозная и мертвая. Я могу предположить, что большинство, ну хотя бы, по крайней мере, многие верующие сталкиваются со сложностями в молитвенной жизни. Люди переживают, некоторые и не переживают уже. Но, как правило, молитва – это очень сложное что-то. Библия же говорит о том, что мы должны постоянно молиться. Намного проще вести разговоры друг с другом христианские, или даже, может быть, доброе дело сделать кому-то. Молиться – это сложно. И к тому же часто наши молитвы не угодны Богу. Потому что не всякая наша молитва угодна Богу. Некоторые молитвы являются мерзостью перед ним, Слово Божие говорит. А некоторые молитвы вообще не являются молитвами, а это нам кажется, что они являются молитвами. Потому что мы иногда поступаем, как Марфа. Когда Иисус пришел в дом Лазаря, там были две сестры Марфа и Мария, и Марфа стала суетиться и заботиться о многом. А Мария избрала благую часть, сев у ног Иисуса Христа. И Иисус сказал, Марфа, что ты суетишься и заботишься? Мария избрала благую часть, которая у нее вовек не отнимется. Вы знаете, часто мы в молитвенной жизни очень много суетимся и очень много заботимся. И не получаем ту благую часть, которая с нами уйдет в вечность. Мы прежде всего в молитве должны получать то, что имеет вечное основание. Это, во-первых, мы должны понять. Потому что, кроме того, что наши молитвы просто часто суетные, бессмысленные, наполненные религиозными штампами, наполнены теми словами, о которых мы вообще не думаем, а говорим на автомате уже. Так они еще и имеют неправильное направление. Прежде всего мы должны понять, что молитва – это возможность научиться слышать Господа. Это первое, для чего молитва существует. Потому что овцы знают голос пастыря своего. Молитва – это не постоянно приходить и загружать Бога нашими нуждами. Иисус говорит, не будьте многословны, как язычники, которые думают быть услышаны в своем многословии. Вообще, чем меньше слов в молитве, тем лучше. Чтобы мы имели выверенные слова истинные, которые говорим. Чтобы те слова, которые мы говорили, они чем меньше, тем лучше. Поймите. Потому что часто очень много мусора, мы говорим, и пустого совершенно. И эти слова легче пустоты. Еще более страшно, если мы молимся публично и молимся так, чтобы другие слышали. Ну, то есть, не чтобы другие слышали, мы думаем, как моя молитва выглядит перед другими. Это лицемерие. Иисус говорил об этом. Неужели вы, как фарисеи, молитесь так на виду у всех, чтобы произвести впечатление? Да каким образом мы можем все-таки начать нормально говорить с Богом? Для этого мы должны иметь правильный разум. Если разум поврежден, человек не способен ни говорить, ни слышать, ни видеть. Правда? Если есть повреждение физического мозга, человек не может нормально функционировать. Точно так же, если у человека не выстроенная система праведного мышления, он не способен праведно молиться, слышать Бога и видеть Его своим сердцем. И он не способен творить дела Божьи. Если мы имеем ум Христов, мы способны делать дела Христа. Если мы имеем ум Христов, мы способны слова говорить Христа. И если мы имеем ум Христов, мы способны слышать Отца Небесного, как слышал Божий человек Иисус Христос. Поэтому все начинается с того, что Бог желает, чтобы мы выстроили разум, ум Христов. Ум Христов – это не метафора из первого послания Коринфянам, вторая глава. И это не то, что автоматически вы получили. Многие верующие не имеют ума Христова, они безумные, не Христа ради. Они не имеют ума Христова, потому что ум Христов выстраивается с годами. Это постоянная работа Духа Святого в сотрудничестве с человеком. Потому что Слово Божие говорит, что придет время, когда я напишу свой закон в ваших мыслях. И Бог пишет свой закон в наших мыслях всю нашу жизнь. Это постоянный процесс. Это не просто ты уверовал и говоришь, Бог написал свой закон в моем разуме. Я не верю, если я это не увижу в жизни человека. Можно много что говорить, человек может сказать, он может исповедовать хоть каждый день по 50 раз. Я имею ум Христов, я имею ум Христов. Он не имеет ум Христов, если каждый день он не строит свою жизнь на слышании, понимании и послушании Божьему Слову. Нет у него ума Христова. У него есть просто религиозная кассета, которую он включает каждый день в своей голове и исповедует ее. И это исповедание не имеет никакой силы, потому что это просто пустословие и многословие религиозные. Поэтому, если мы желаем иметь воистину духовное общение с Богом, нам нужно приготовиться к трудолюбивой христианской духовной жизни для того, чтобы перестроить наш суетный ум, который достался нам от отцов. На праведное мышление, которое нам требуется. Сегодня мы будем говорить об этом, как можно перестроить свои мозги. Можно сказать, проповедь называется перестройка. Итак, есть такое хорошее слово богомыслие. Кто слышал такой термин? Богомыслие. Не страшно, если вы не слышали, вы сегодня о нем услышите. Итак, богомыслие – это и есть поклонение Богу в разуме. Иисус, когда разговаривал с амарийской женщиной, ему сказал, что Бог есть Дух. И поклоняться Ему нужно в Духе и в истине, ибо таковых поклонников ищет себе Отец Небесный. Невозможно поклоняться в истине, не имея обновленного разума, потому что только обновленный разум способен понимать истину. Истина – это не что-то мистическое, непонятное, абстрактно плавающее. Истина – это конкретное понимание, которое дано для нашего разума. И поклонение, оно идет не только в абстрактных чувствах из сердца человека. Поклонение зарождается в разуме человека. И мы прежде всего должны возлюбить Бога нашим сердцем и нашим разумением. И вот именно, когда мы поклоняемся Богу в нашем разуме, когда мы свою голову конкретную, с мозгами превращаем в храм Божий, наше мышление преобразуется и обновляется Духом. Мы сами не способны преобразовать наше мышление. Но я хочу вас еще немножко за… не заинтриговать, а увлечь, что это все-таки очень хорошо, заинтересовать. Если бы можно сделать было пересадку мозга, но это невозможно. Ну, скажем так, фантастическое предположение. Есть пересадка органов. Представляете, если бы возможно было пересадить мозг. Если кому-то бы пересадили мозг великого пианиста. Представляете, что бы этот человек мог делать? То есть, то, что может пианист играть, это мне не нужны его руки прежде всего. Если я хочу быть спортсменом, мне не нужны даже мускулы и мышцы этого спортсмена. Мне прежде всего нужны его мозги, правда? Потому что, если кто занимался спортом, вы знаете, что прежде всего самое главное место спортсмена – это его мозги. То есть, он постоянно в голове четко все должен знать. Так вот, мы имеем возможность получить пересадку мозга Христа. Я просто хочу вас заинтересовать. Сколько вокруг людей нуждается в силе Божьей, в исцелении, в благовествовании? Все, что Иисус благотворил, если мы будем обновляться и наш разум приблизиться к состоянию сверх логики Сына Божьего, мы сможем мыслить, будучи неограниченными стереотипами мирского мышления. Мы будем иметь мышление веры. Мышление веры – это иметь мышление духовное Иисуса Христа. Вы будете иметь сильную веру не просто так, что вы будете себя все время накачивать. Вы будете четко и ясно мыслить, и не будет никакого ограничения в вере, когда вы будете провозглашать те слова. И то слово, которое Бог будет посылать через вас, оно не вернется тщетным, но исполнит то, до чего его Бог послал. Но Бог многое не способен через нас совершить, потому что мы ограничены в нашем мышлении. Теперь вернемся, как все-таки можно сойти с ума. Знаете, когда человек приходит к Богу, часто окружающие говорят – двинулся, сошел с ума. Какие еще термины? Рехнулся, крыша поехала. Я вам покажу место из Библии, как люди сходят с ума. Ефесянам 4 глава 17 стих. Вначале мы посмотрим, с какого ума люди сходят на другой ум. Итак, вначале мы имели вот такой ум Ефесянам. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». Вот такие мы были. Мы были поморчены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине невежества и ожесточения сердец. Дошедшие до бесчувствия предавались распутству. Это я уже про нас читаю, о кем мы были, не просто про какие-то народы. Дошедшие до распутства так, что делали всякую нечистоту с ненасытимостью. Но теперь не так, мы познали Христа, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина во Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего. Аминь. Итак, здесь конкретный пример, как люди сходят с ума. То есть раньше они были поморчены в разуме, они были ненормальны совершенно, потому что мы с вами живем в сумасшедшем мире. По большому счету весь мир, в котором мы живем, это большой сумасшедший дом. Но есть некоторые, которые уже исцелились, оттуда выписались. Поэтому не нужно сильно переживать, что если вы чего-то не добились в сумасшедшем доме. Так же бывает, когда человек уверовал, как? Ты ничего в жизни не добился, у тебя такая была перспектива. Ты мог стать главным на втором этаже в отделении для маниакально-депрессивного синдрома. Ну, ты ничего не добился теперь, ты исцелился, теперь нормальным стал. Вы знаете, Бог не призвал нас чего-то добиться в этом мире, потому что этот мир с ума сошел. Но Бог дал нам способность, чтобы мы обновились духом ума нашего. Будучи по Его милости, Он по своей милости спас нас, но свои мозги мы сами должны ими заняться. Он дает нам благодать, но мы должны работать над нашим мышлением, чтобы оно стало образом мышления праведника. Как апостол Павел говорит в послании к римлянам, предоставьте тела ваших жертву, живую, святую, благоугодную для разумного служения вашего. Что такое разумное служение? Это служение, где думают люди. Это не бездумное служение, не ненормальное служение, это разумное служение. Но для этого, прежде всего, мы должны не сообразовываться с веком Сим, а преобразоваться духом ума нашего. И только после этого мы способны познавать волю Божью. Я могу предположить, что есть верующие, которые вообще не понимают, что есть воля Божия. Потому что у них остались старое мышление, неправедное мышление. И оно никогда не станет праведным мышлением, пока мы сообразовываемся с веком Сим. И пока мы сообразовываемся с веком Сим, мы не можем обновляться духом ума нашего. И не мечтаете о том, чтобы творить дела Божии. И никакой радости вам не будет в жизни. У вас будет та же мирская радость и тот же мирской депрессняк. И точно так же будете себя наполнять, как люди мира пытаются себя развеселить, так же и вы будете поступать. И так же цели в жизни будут точно те же. Вы знаете, бывает, что верующие ничем не отличаются от мирских людей. Мирские люди хотят что? Что? Богатство, комфорта, удобства. И ради этого готовы пахать или обманывать. Но потом человек уверовал и того же самого теперь хочет добиться через свою веру. Чем они отличаются? Только путями достижения одинаковых целей. Но мы же другие. Наши цели вечные. Наши цели неземные. Понимаете? Здесь уже сбиты ориентиры мышления человека. Вот я уверовал, теперь я поживу хорошо. Вполне возможно, что многими скорбями надлежит Царство Божие уйти каждому. Итак, вы знаете, вы можете все испытывать. Например, я многие вещи испытывал на себе. Что значит не сообразовываться с веком всем? Одно время я очень много смотрел мирские фильмы. Пускай никто не соблазнится на мне, как на пастыре. Но я начал с того, что думаю, вот там можно про войну посмотреть или комедию. Ну нужно как бы внимательно. Все-таки пастыр, верующий человек, мне нельзя, например, вот такой фильм или такой смотреть. Знаете, ну сам разграничивал. Но чем ты больше смотришь, чем больше ограничения, как бы ты уже и это, и то, и все смотришь. И мне это как бы не мешало вести пастырскую деятельность и быть верующим человеком. Но потом я стал понимать, что все-таки что-то не так. Но я все-таки смотрю кино и не чувствую, что я скверняюсь. У меня нет осуждения в совести. Ну, я думаю, ну и может быть я просто религиозный был раньше, а сейчас я нормальным стал. Вот раньше я себе запрещал, все, теперь я нормальный совершенно. Но я стал обращать внимание, что все-таки я как-то уже в усохшей душе все-таки не согласен. Я смотрю фильм, не сильно кровожадный, практически не пошлый, но все-таки он отображает образ мышления совершенно неправедный. Я думаю, я согласен с этим или не согласен? А что я смеюсь тогда, как дурак сижу? Ведь там, например, люди, совершенно не состоящие в браке, имеют секс друг с другом. Не на экране, просто это понятно, что не имеют в этом фильме. А я смеюсь, потому что комедия, я сижу и думаю, а почему я смеюсь? Почему я соглашаюсь с тем, что там происходит? Ну, и вот такие размышления привели к тому, что я начал меньше смотреть, потом снова смотрел, потом молился, просил у Бога, и Бог так благословил, что Он вообще меня освободил. К чему я рассказываю? Если вы смотрите мирские фильмы, я сейчас не говорю, что это нужно запретить сделать, попробуйте, если человек не смотрит хотя бы несколько месяцев, а потом посмотрит хоть один, вы посмотрите, какая реакция будет вашей души часто. Потому что наша душа, когда она очищается, она вдруг совершенно по-другому реагирует на то, что она принимает. Но когда наш образ мышления, и если за эти месяцы образ мышления еще у вас сформировался более праведный через размышления над Словом Божиим, вы не сможете вернуться туда, где вы находились раньше. Проэкспериментируйте. Если вы желаете иметь благочестивую жизнь, вы должны такие вещи испытывать на себе. Но если вы не смотрите фильмы, вам не нужно начинать, потому что, может, кто-то подумает. Нужно теперь набрать фильмов, насмотреться, а потом себя от них отстранить. Я сейчас не говорю о том, что нам делать или не делать, я говорю о конкретных переживаниях Духа. И я вам могу сказать, что уже многие, не знаю, месяцы, я посмотрел, может, один или два фильма. Хорошие фильмы бывают, умные фильмы, которые что-то дают для понимания. Но очень редко сейчас такие фильмы выходят. В основном просто мусор печатают. И когда ты уже это видишь в обновленном разуме, ты не можешь это смотреть. Ты просто смотришь и думаешь, это идиотизм. Если это идиотизм, ты не можешь это... Дальше, интернет. Сейчас можно сесть, посмотреть в интернете пять минут и очнуться через пять часов. Недаром называется сеть, интернационально переводится. Ты вроде зашел, так, новости посмотрю. Я увидел, что у меня есть в этом проблема. Я стал себя ограничивать смотреть новости, в основном израильские. Знаете, ты сидишь, смотришь там. Сирия нападает, Сирия не нападает. Хамас с Хизбаллой, Хизбалла с Хамасом. Ну, то есть, в принципе, одну и ту же жвачку жуют на протяжении всей войны там. Иран сделал бомбу, Иран не сделал бомбу. Но если вы немножко от этого отключитесь и потом начнете смотреть, вы четко увидите, что все то, что вы читаете, это ложь и манипуляция мышления. Вы не читаете факты. Вы читаете те факты, которые извращены и подаются так, чтобы вы думали, как хотят те люди, которые подают эти факты. Если вы освобождаете свое мышление, вы начинаете это прекрасно понимать. И тогда вы говорите, спасибо мне за эти новости. Потому что почитаешь новости, помните, как в собачьем сердце профессор Преображенский говорил, за обедом или перед обедом, не рекомендуется читать газету «Правда». Потому что это портит пищеварение человека. И потом вы не удивляетесь, что какая-то тяжесть, какие-то бесы подошли. Какие бесы, если вы читали о том, что скоро землетрясение снесет Израиль, что ракеты из Ирана уже вылетели практически в нашем направлении, а агенты Хизбаллы с Хамасом ходят по вашему подъезду. И какие чувства, если вы повреждаете свой разум и допускаете в него мысли страха, то ваше сердце в чувствах омрачается, и вы живете не в правде. Так вот, Слово Божие призывает к тому, что если вы желаете познавать, что есть воля Божья, для начала не сообразовывайте с веком Сим. Что такое век Сей? Это мышление нашего времени. Вы не должны думать вместе с ним одновременно. И после этого должны начинать преобразовываться обновлением ума вашего. Как человек может преобразовываться обновлением ума? Давайте откроем второе Тимофею. Второе послание к Тимофею. Третья глава с четырнадцатого стиха. Павел пишет Тимофею. Ты пребывай в том, чему научен. И что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Аминь. Итак, если вы хотите быть счастливыми, кто здесь желает быть счастливым? Кто немножко желает быть счастливым? Хорошо, кто желает быть несчастным? Я вам тоже специально пробовать могу рассказать. Я вам скажу десять пунктов, как быть несчастным. Ну, сегодня будем говорить тем, кто желает быть счастливым. Нужно выстроить мышление праведника. Нужно перестать заполнять свой разум разрушением. Потому что все та суетливая информация, она осуетляет нас. Вообще, вы знаете, у Бога все хорошо. Бог находится в мире, и все то, что соприкасается с Божьим миром, оно движется в гармонии. Даже тот мир, в котором мы живем, он все равно движется в гармонии с Богом, и только человек не движется в гармонии с Богом по причине, что только человек имеет мозги и разум. Животные все гармоничны в этом мире. Птицы летят гармонично, кроты копают норы гармонично, пальмы качаются гармонично. Все находится в намного большей гармонии с Богом, кроме человека. Кто суетится в этом мире, скажите только? Это мы. Никто больше не суетится. Вы видели, чтобы тараканы суетились? Но если вы за ними гоняетесь со сковородкой, только тогда. И то они не суетятся. Вся проблема в нашем разуме, но Бог желает, чтобы мы вошли в гармонию с Его Духом. И вот это есть истинное счастье. Потому что тогда вы живете уже на волне вечности, а не на временной волне. Прежде всего перестаньте сообразовываться с веком сим. Хотя бы попробуйте, хотя бы попытайтесь, хотя бы дозу уменьшите, ну хотя бы до трех фильмов в неделю для начала. И в интернет хотя бы на полчаса в день. Я понимаю, что будет ломать. Я все это проходил. Были ломки. Бывало, что срывался. Уходил в запой фильмовый или интернетовский. Я все это проходил. Мы все одинаковые. Но все-таки, если вы встанете на путь исправления, Бог выйдет вам навстречу. Не бойтесь, даже если не получится. Знаете, есть бесы, которые работают на то, чтобы у нас не получилось. Как только ты искал Бога, знаете, старался меньше сообразовываться с веком сим, а потом сорвался. Ну сорвался, ничего страшного. А есть бесы, которые говорят, вот так ты сорвался, у тебя не получилось. Так и знал. Такие мысли. Ну и все. Живить теперь нормально. Ну поиграл немножко в религиозного асхета. Ну с кем не бывает. Ну чего. Поиграл в святого какого-то монаха там у себя в комнате. А теперь давай в нормальную жизнь возвращайся, как нормальный парень. Это бес врет. Ну не получилось, так не получилось. Пять раз не получилось. Шесть, десять получится. И с каждым разом все больше и больше будет получаться. А потом знаете, до чего Бог вас доведет? Он вас доведет до того, что вы будете настолько свободны, что когда вам будут заставлять принимать какую-то информацию, вас тошнить будет от нее. Вы знаете, когда, например, человек всю жизнь ел, допустим, жирную пищу. Ну, мы с ним на Украине жил. Борщ. Кто украинский борщ знает, что такое? Вначале нужно, говорят, взять сало, я слышал, ужас какой-то. Потом какое-то старое. Потом его что-то там зажарить там. А если мало жира, еще вылетит из бутылки, может, масла подсолнечного. Ну, чтобы так эффект не подавалось на стол. Но если человек все-таки хотя бы год или два или три прожил в другой стране и перешел на нежирную пищу, и потом приезжает в гости на Украину, и ему вот эту тарелку выставляют. Кушайте, гости, дорогие. Ну, дальше не надо рассказывать. Как с телом, так и с душою. Если мы будем дисциплинировать себя, будем стараться двигаться в сторону праведности, уходить от мирских вещей, потом вам. Ваш любимый побег из тюрьмы. Четвертый сезон уже вышел. Я первые два сезона смотрел, оторваться не мог. На третьем сезоне начал работать над собой. Слава Богу, что между сезонами бывают периоды. Между третьим и... Сейчас какой четвертый вышел, да? Правильно? Никто не смотрит. Смотрите, как зашифровались. Ну вот, ну ладно, неважно. Кто-то другой, кто-то другую отраву ест, скажет свое. Ну вот, между третьим и четвертым был период, когда я вообще перестал. И вдруг вышел четвертый. Мне говорят, хочешь четвертый смотреть? Я думаю, попал, я же теперь не смотрю кино. А как там без меня-то события разворачиваются? Там же без меня же, ну, циру совсем распоясалось? Тащите, говорю. Сел смотреть, смотрю и думаю, или у них мозгов уже мало осталось в киностудии, или у них кризис жанра. Такой дебилизм. Или я поменялся за эти месяцы. Я не могу это смотреть. Это дикость просто. Это просто люди сидели и думали, какую еще лажу снять? Вот какую чепуху еще? Что еще придумать? А вот пускай он упадет сейчас. Вот упал, я только смотрю. Да я не буду это смотреть. Зачем мне это не нужно? Зачем меня как дурака, понимаете, разводят, когда смотришь? Насколько душа человека может поменяться в восприятии того, что ему подают? Ему подают жирный борщ, он говорит, я не могу, потому что я обливать потом буду. Потому что потом у меня с кишечником проблемы начнутся. Так вот, прежде всего мы должны не сообразовываться, идти шаг за шагом, шаг за шагом и начинать обновляться духом ума нашего через Богомыслие. Итак, каким образом можно обновиться духом ума нашего? Что одно из первых Иисус сделал, когда воскрес из мертвых? Он открыл своим ученикам ум к разумению Писания. Зачем? Вы думали, зачем Он открыл ум к разумению Писания? Чтобы они читали Писание и думали над ними? Ответ лежит в тексте. Если это Иисус посчитал важным, первостепенным сделать, когда Он воскрес из мертвых, Он открыл, отвернулся ему ум к разумению Писания, значит, это первостепенная функция верующего человека размышлять над Словом Божиим. Это и есть богомыслие, это и есть поклонение Богу, это и есть трансформация нашего мышления, это и есть работа Бога в нас. Это очень просто, потому что блажен муж, который размышляет об учении Господнем день и ночь. Блажен такой человек, вы знаете, он не просто себя заставляет, может он заставляет себя вначале, но потом, когда он уже видит, что с ним происходит, а потом он уже не сможет не размышлять об этом. Он даже ночью будет размышлять и даже ночью внутренность его будет назидать его. Вот то, что с ним будет происходить. И ночью ему будет сниться то, если снятся сны, о чем он размышлял днем, а не в переломном варианте то, что он смотрел по телевизору или в интернете. Понимаете? Потому что то, что мы видим во снах, это открывается то, что мы себе напихали в голову чаще всего, когда сны приходят мне, когда нету снов от Бога или там каких-то других снов. Итак, я хотел тогда коротко еще несколько советов сказать о богомыслии. Пять советов. Шесть советов. Первый совет. Если вы хотите быть учениками Христа и духовными людьми, записывайте все. Вот сейчас проповедь вы не записываете. Я сейчас преподаю на миссионерской школе. Я первые два урока, нет, некоторые записывают. Я первые два урока, говорил ученик, тот, кто пишет. Вы знаете, все студенты, они пишут все. Я говорю, пишите все. Чем больше, тем лучше. Лишнее потом выкинете. Если вы желаете получать от Бога откровение, есть ли здесь люди, которые желали бы слышать Бога в своем сознании? Вы знаете, тот человек, который все время записывает свои размышления в Боге, он этим показывает Богу, что он внимательный к его откровениям. Бог не будет давать тому, кто неверный в малом. Зачем давать человеку откровение, если он получил и через пять минут забыл его? Почему пророки, апостолы, евангелисты получали столько много? Они все записывали. По крайней мере, мы имеем Слово Божие, потому что люди писали. И сколько раз Бог говорил, возьми и напиши. Поэтому я хочу вам сказать, что если вы желаете по-настоящему духовно расти в Боге, вам нужна тетрадка и ручка, по крайней мере. И вы должны научиться писать, если вы разучились. Второе. Нужно читать Библию и о ней думать. С чего начать? Второй секрет. Первый секрет какой? Какой первый секрет? Все писать. Все ходы должны быть записаны. Второй секрет. Чтение Библии, размышления, начинайте с самого важного и самого простого. Я вам скажу, нет ничего важнее в Библии. Есть ли в Библии что-то более важное или менее важное? Есть. Есть сердцевина Библии. Это то, что говорил Иисус. Потому что все пророки говорили о нем. Потому что все апостолы писали учения о том, что он говорил. И Бог, многократно и многообразно говоривший в пророках, в последние дни говорил в Сыне Своем. И нет ничего важнее, когда Бог пришел воплоти и что-то говорил. И нет ничего важнее, что говорил Иисус, чем 5, 6, 7 глава Евангелия от Матфея. Потому что это нагорная проповедь. Потому что он свою нагорную проповедь заканчивает тем, что говорит. Будут люди, которые будут говорить, Господи, Господи, я скажу, не знаю я о вас. Это те, которые не исполняют то, что он сказал с 5 по 7 главу. Он сказал свое учение, 5 и 7 глава Евангелия от Матфея. И сказал, тот, кто это слышит и исполнять будет, построит свой дом на камне. А тот, кто слышит, но не исполняет, он не говорит о тех, которые не слышат. Он говорит о тех, кто читает и не исполняет. Тот, кто построит свой дом на песке. И таким людям я скажу, отойдите от меня, делающие беззаконие, я вас не знаю. Не хотели ли бы быть в такой категории людей? Было 10 дев, которые вышли навстречу жениху. 5 было неразумных, а 5 было мудрых. Была разница в их мышлении, понимаете? 5 было глупых, а 5 не было глупых. Были мудрые те, которые читали, размышляли и исполняли. Пятую, шестую, седьмую главу Евангелия от Матвея. Аминь. Поэтому, если вы хотите, начинайте с простого. Не нужно сразу пытаться понять, кто такие 144 тысячи в книге Откровений. И почему колено данного не попало туда во времена Антихриста. Вас не спросят с этого на судилище Христовом. С вас спросят, почему ты гневался напрасно на брата своего. С вас не спросят, почему вы не понимали, когда церковь будет взята до скорби во время или после. Иисус вас это не спросит. Он спросит, почему вы не были милостивы? Почему вы не были миротворцами? Иисус скажет, я сказал, и то слово, которое я вам говорю, оно будет судить вас в последний день. Во-первых, вы должны знать, что вы все придете на судилище Христово, и каждый верующий даст отчет так, как он жил в теле. В книге Откровений сказано. Мы не будем судимы с миром, но будем судимы вне мира, как верующие. И нас будет судить Слово Божие. Ему дадим отчет. Ровно настолько, насколько мы сегодня размышляем, поступаем в соответствии с Ним, ровно настолько нам не нужно бояться. Потому что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в этом мире, как он. Аллилуйя. Не просто дерзновение. Я не понимаю, почему некоторые верующие такие дерзкие. Я спасен, я не боюсь. Непонятно. Это не Евангелие, это не библейское учение. Такого вообще в Библии нет. Почему вы не боитесь? Не боится только тот, кто стремится. Я не говорю, что он поступает уже в этом мире, как он. Но, по крайней мере, стремится поступать в этом мире, как он. Такой человек не должен бояться. Потому что он видит, что на нем вырастают те плоды, а дерево по плодам узнается. Итак, первый, второй секрет, то есть. Начинайте с простого. С малого. Не нужно сразу лезть в какие-то глубокие откровения, в какие-то видения. Самое главное начать с учения Иисуса Христа. Иисус сказал, все, что я сказал вам, исполняйте, идите и научите все народы этому. Так он сказал. Что проповедовать Евангелие, это не просто говорить, покайтесь, и вы спасены. Он не сказал так. Он сказал, идите и научите людей. И если люди будут научены, покаяться, крестятся и будут исполнять то, что вы исполняете, они будут спасены. И апостолы пошли покорять в вере все народы. Покорять в вере. Не просто пустое Евангелие нести. Но если мы не живем по учению Иисуса Христа, что мы можем, к чему можем людей призывать? Поэтому нету ничего важнее. Начинайте с самого простого. Третий секрет. Я это на примере Моисея расскажу. Я часто этот принцип привожу. Когда Бог сошел на гору Синай, Он сказал Моисею, поднимись ко Мне. И взошел Моисей на гору. Кажется, ну что, Бог не мог еще что ли 500 метров спуститься? Если Бог с неба сошел на гору Синай, зачем нужно было Моисею еще на гору заходить? Так вот, в нашей жизни всегда есть то место, куда Бог сходит до нас, и мы не можем туда подняться. Но есть то место, куда Бог не будет до нас не сходить, потому что мы должны туда взойти. Благодать это не халява. Бог сошел до нас во Иисусе Христе, но мы должны Царство Божие усилием восхищать. Мы должны применить нашу волю. Вы знаете, когда мы были неверующие, наша воля была порабощена греху и дьяволу. Иисус спас нас из рабства, освободил нашу волю. Для чего? Скажите мне. Чтобы мы нашу волю применяли. Чтобы мы принимали волевые решения. И чтобы мы, хочется мне, не хочется. Знаете, как Мария Искусница была? Воля-неволя, мне все равно. Вот ее заколдовали, она такая сидит. Благодать действует, воля, и вышивает сидит. Воля-неволя, какая разница? Прошу мне, христианину. Бог как-то сам по себе действует, авось пронесет. Вот эта авось русская. Авось, как-то все нормально, проскочу. Ну, как бы из огня, может быть. Если Бог освободил нашу волю, Он освободил ее для того, чтобы мы ее применяли. А что такое применение воли? Это делать то, что вы не хотите. Так вот, мы должны просто принять решение и дисциплинированно, хочешь ты, не хочешь, читать Библию и над ней размышлять. Это третий секрет. То есть, не то, что сегодня Бог как-то меня расположил читать Библию. Или сегодня как-то я не в помазании, не чувствую. Во-первых, если вы не сломали свою плоть, вы вообще не способны помазание чувствовать еще. Эта плоть говорит о том, что что-то помазание сегодня нет. Она не хочет читать. Она хочет спать, там есть. Она Царство Божьего не наследует, чего ей горбатиться. Итак, третий, четвертый секрет. Первый какой секрет? Второй секрет какой? Третий какой? Третий какой? Вот говорят те, кто записывали. А если через час спрошу? Я приеду, через месяц спрошу? Вот. Я приеду, через месяц спрошу? Да. Четвертый секрет сеяния и жатва. Слово Божие говорит в послании Галатов. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. И сеющий в дух, пожнет жизнь вечную. Знаете, что происходит с человеком? Он принимает решение. Я вам про себя рассказываю. Принимает решение читать Библию, размышлять. День, два размышляет, три, что-то не идет. Сидишь с Библией, там какая-то чепуха в голове. И тут же мысли такие, ну что-то поволновался. Результатов никаких. Во-первых, сколько лет вы сеяли в свой плотской разум? Вы еще будете многие годы пожинать то, что вы сеяли. Понимаете? А для того, чтобы начать пожинать духовные вещи, нужно еще много месяцев сеять их. И вот первый период самый тяжелый. Мы сеем, мы сеем в дух, мы сеем в дух, и мы не пожинаем, мы не видим этого. И вот тут-то большинство людей ломается. Не идет, да не богослов я, что я теолог какой-то. Да ты не теолог и не богослов, ты просто пожинаешь плоды своего плотского разума, которые ты сеял столько. Еще нужны месяцы, а может быть и годы, чтобы обновился твой ум. Но поверьте мне, это произойдет. Но стоит же все-таки трудиться через это, чтобы начать слышать, видеть Бога в своей жизни. Вот тогда вы будете счастливы. Я хочу вас воодушевить, у вас получится 100%, но не сразу. Не ожидайте моментальных результатов. Моментальные результаты всегда нас обманывают. Не подумайте, что я неделю уже читаю, неделю размышляю и ничего. Я не говорю, что ничего. Вполне вероятно, что Бог начнет сразу что-то давать, но может и нет. А возможно еще старые мысли будут догонять, и трудно будет сосредоточиться. И не пугайтесь этого. А возможно вообще страшные мысли или плохие мысли придут. Ну и что? Знаете, как бесы действуют? Человек зашел с Библией в комнату, он сразу ему какую-то закинул мысль. Да возможно какую-то вообще ненормальную. Да какую-то греховную. И человек такой, ужас какой. Ничего. Покайся в этой мысли и читай дальше Евангелие от Матвея, 6 глава. Понимаете? И вот так шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом переходим к следующему секрету. Когда Якову во сне была показана лестница, откуда ангелы снисходили и восходили, лестница стояла на земле. Так вот, духовное возрастание в богомыслии начинается с простых земных вещей. И мы идем шаг за шагом, ступень за ступенью. Бог никогда нас не переведет на следующий уровень откровения, пока мы не исполнили первый уровень откровения. Бог очень практичен. Кто это знает? Бог никогда не дает пустые откровения. Всякое слово, которое он дает, оно послано для того, чтобы исполнить волю Божию. И пока то слово, которое он послал в нашу жизнь, не исполнило его волю, он не даст следующие откровения. Вы можете думать, что вы обогатились откровениями. Вы обогатились религиозными мыслями. Пока вы не исполнили какую-то мысль, вы можете годами, годами буксовать. Бог вечности, вы во времени, вы можете 15, 20, 30 лет буксовать, пока вы не исполните то, что он желает, чтобы вы исполнили. Когда вы это исполните, вы только тогда перейдете на следующий шаг, ступень. Филиппийцам 3.15. Заключение. Филиппийцам 3.15. Итак, кто из вас совершенен, так должен мыслить? Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу и жить. Аминь. Когда мы начинаем заниматься богомыслием, Бог начинает что-то нам открывать. Как правило, это всегда направлено практически в нашу жизнь сегодня. Может быть, люди хотели бы сразу какое-то видение о судьбе Мадагаскара увидеть. Я не знаю, что. Обычно Бог показывает простые, конкретные вещи в вашей жизни. И Он говорит, слушай. Он не говорит, слушай. Он просто тебе показывает очень ясно и четко какую-то проблему в твоей жизни. И Он говорит, по этому правилу ты должен научиться жить. Ты мыслишь так, ты это достиг, ты так живешь, и после этого тебя Бог дальше переводит. Пока ты не воплотил это слово в своей жизни, не будет следующего откровения. Бог не начинает новое, не закончив что-то старое. Он всегда делает шаг за шагом. Почему люди застревают в духовной жизни? Они где-то не согласились с Богом, потому что у них не образ жизни праведник. Мы сказали, какой был образ жизни у этих людей? Противящийся. Помните, что Иоанн Креститель пришел для чего? Чтобы тем, кто имеет противление в разуме, помочь построить образ мысли праведников, чтобы народ подготовленный к Богу. Если Бог открывает человеку «оставь это», а человек не готов оставить, не готов воплотить это слово, все, он будет сидеть здесь еще несколько лет, пока он это не сделает. Это какой секрет? Пятый секрет быстрого послушания. Чем быстрее послушаетесь, тем быстрее дальше пойдете. Подумайте сейчас, в каких вещах вы до сих пор противитесь. У религиозного плотского разума всегда объяснение, если не сейчас, да Господи, да. Но Бог говорит однозначно и четко. Вообще духовная жизнь – это жизнь. Ей живут. Они не болтают. Они не рассказывают много сказок. Религиозный человек всегда готов учить разным каким-то вещам, которые он знает. Он книжек начитался. Но духовная жизнь – это жизнь. И если мы что-то не имеем в своей жизни, это не воплощается в нашей жизни, это все не по-настоящему. Это все мечты и сон религиозный. Религиозный. Последнее. Постоянство. Это плод Духа Святого. Если мы что-то начали, мы должны это делать постоянно. День изо дня. Вы знаете, капля за каплей может камень перебить. Вы можете ведро вылить, не будет никакого результата. Мы иногда такие, сегодня уже кинулись домой, пять часов начитались и потом неделю отходняк. Не надо. Лучше 15 минут в день, но каждый день. Сколько 15 на 7 умножить? Ну, кто может способен так? Лучше, чем 105 минут в неделю в один день, 15 минут каждый день. Шестой секрет. Лучше понемногу, но постоянно, день за днем. Так учат иные языки. Ну, то есть именно иностранные языки, не иные языки. Так спортом люди занимаются. Что лучше, тренироваться каждый день понемногу? Или валяться на диване, потом кинуться, покачаться, и потом молочная кислота выкинулась в мышцы. И человек ходит потом. Так же и в духовном мире человек услышал, да я сейчас. Я в своей жизни два раза пресс надрывал штангой. Ну, ладно бы один раз. Знаете, люди на штангу, на грабли два раза наступают. Один раз зашили мне. Так надо же было года через 4, через 5 опять прийти к тем же, ну, другим уже. Ребята, ну, когда от груди сколько, говорят, ну, для начала соточку, накиньте ко мне там. Я не помню, сколько было. Меня снова зашивали потом. Вот так и в духовном мире человек сразу же. Иезекииля на иврите со словарем. И еще с толкованиями раввинов. Там, мидраж и талмуд еще до кучи. Ну, чердак и съедет через неделю. Потом отмаливать будут на служении освобождения. По чуть-чуть. Капля за капля. Шаг за шагом. Взял Матвея 5 главу. Возьми три стиха. Блаженны нищие духом. Ибо таковых есть Царство Божие. Стоп! Сиди и думай. Спроси Господа. Боже, а что такое это в моей жизни? Задай вопрос Богу. Какая-то мысль пришла. Что-то почитал. А потом дальше. Блаженны кроткие. Ибо они наследуют. Нет. Блаженны кроткие. Ибо таковых есть Царство Небесное. Хорошо. Интересно. Что такие кроткие? Это же не Миша Кроткий только. Из Хайфы. Еще какие-то кроткие есть. Что такое кротость? Это же не слово крот, например. Это нормальное размышление. Начните думать. Это намного полноценнее и важнее, чем сразу нахапать и надорваться. Все. Перечислим все шесть секретов. На этом закончим. Какой первый секрет? На следующее служение все с ручками и тетрадями. Кто понял? Кто согласен взять в следующий раз ручку и тетрадку? Хорошо. Кто не согласен, подумайте. У вас еще время и согласиться. Второй секрет какой? Видите, вы не записывали. Начинать с чего? Начинать с языкира на еврите. С учения Иисуса Христа самого простого. Третий. Какой секрет? Не понял. То есть мы должны применять нашу освобожденную волю. Не то, что там проснулся или даже неважно. Знаете, нет времени на работу утром бежать надо. Не страшно. Всегда можно время найти, подумать над Божьим словом. Не начинайте сразу с фанатизма. Если вы встаете в пять утра, не вставайте в четыре. Это еще мой совет. Бог даст благодать нормально. Не волнуйтесь, Бог слышит и в четыре, и в пять, и в семь, и в девять молитвы одинаково принимает. Не то, что если ты решил с завтрашнего утра начать жизнь, как религиозный подвижник, и ты встал в пять, станешь в четыре, через три дня ты будешь спать, спать и спать. Пятнадцать, двадцать, полчаса в любое время, на дне возьми стих, поразмышляй, на работе, в машине, в автобусе, неважно. Бог войдет и все приготовит в жизни. Четвертый, какой секрет? Сеяние и жатвы. Как только вы начали заниматься богомыслием, прошла неделя, и сразу поток откровений. Вы сразу вошли в духовные сферы, пришли орел, телец, лев к вам сразу. Да не дай Бог, чтобы орел, телец, лев пришли сразу. Это может быть не те орел, телец, лев. Это может быть просто психиатрический диагноз, когда орел, телец, лев приходит. Поэтому, если вы сеяли в плотской разум, вы еще долго будете пожинать всякий мусор. Сердце человека, глубокие воды, но мудрый человек проводит мелиорацию своего сердца и разума, осенизацию, даже более правильно будет сказать. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Вы знаете, когда вы начнете заниматься богомыслием, вы не представляете, какие вдруг мысли начнут всплывать. Вы даже не знали, что у вас есть такой ужас. Просто все пошло наружу. Вдруг всплыло что-то. О, Господи, как я подумал. А ты такой, что ты переживаешь-то? Оно просто всплывать начало. Вся грязь пошла наружу. Ты пришел в баню, из тебя шлаки полезли. Аллилуйя! Прыщи полезли наружу. Все, ты расшлаковываешься. Все начало. Не бойся, пускай выходит, а ты читай, выходит, читай. День, недели, может, месяцы придут. Вы сеете, вы сеете, сеете тяжело. И не нужно, как второклассник на уроках природоведения, который посадил семечко на подоконник, а ночью побежал, раскопал и посмотрел, уже проросло или нет? Ой, не проросло что-то. А утром проросло или нет? Ну, я так, по-моему, делаю. Или в книжке читал, не помню. Вот так и в духовной жизни, правда? Два дня почитал, уже бегают, смотрят. Проросло уже в моем разуме или не проросло? Всему свое время. Сейчас май. Урожай собирать в ноябре будем. Подождите полгода хотя бы. Не терпится. Правда? Итак, не ожидайте быстрых результатов, но вы их получите. Это я вам обещаю. Делюсь собственным опытом. Какой пятый совет? Ну ладно, постоянство. Нет, не постоянство было. Быстрое послушание. Ты начинаешь размышлять, размышлять. И вдруг Бог открывает тебе. Тебе надо вот в этом вопросе разобраться. Я не буду сейчас говорить о каком вопросе, но, как правило, это вопрос святости всегда. И ты как бы, ну, зачем же так радикально это? Господи. Все. С этой точки ты не сдвинешься. Это будет твоя точка пожизненного заключения. Пока ты не оставишь это. На вторую ступеньку не перейдешь. Аминь. И следующий совет. Постоянство. Капля за каплей, капля за каплей, с миру по нитке, Гитлеру веревка. Вот так и дьявола. Не то, что ты выскочил. Где дьявол? Каждый день удар за ударом, удар за ударом, удар за ударом, свой плотской разум, удар за ударом, неделю, месяц, а потом все твердыни рухнули. Знаете, сколько твердынь в нашем разуме? Нужно каждый день бить. Кто стучится, тот разломает эти твердыни. Может, через полгода трещину даст, но даст. Это не происходит в один день. Аминь. Пускай Бог вас благословит. Призываю вас в общество богомыслия. Если кто хочет, вставайте, будем молиться. Кто готов записаться? Отец Небесный, мы просим тебя записать нас в общество людей, которые желают поклоняться тебе в своем разуме. Мы просим тебя, помоги нам, чтобы мы сейчас перед твоим лицом приняли решение и придерживались твердо тех слов, которые мы говорим, и отвечали за свои слова. Зная, что лучше перед тобой, Господь, быть немногословным и не обещать то, что мы не сделаем. И мы просим тебя, помоги нам быть верными тебе, чтобы мы начали день за днем снижать дозу поглощения мирской информации, которая отравляет, убивает нас и каждодневно, по чуть-чуть, регулярно принимать Божье Слово и размышлять над Ним. Начать его исполнять и жить в соответствии с Ним, чтобы уже сейчас иметь мир в сердце, дерзновение и не иметь страха, когда мы предстанем перед тобой на суде. То Слово, в соответствии с которым сейчас мы живем, оно нас оправдает. За это тебе, Господь, спасибо. Во имя Иисуса Христа. Аминь.